здарова с вами снова строщик лёха и наконец-то подошел момент когда дам наконец-то проект почитать естественно это не мой скомунизил я его на сайте там была в общем ошибка на сайте в общем там можно было через скажем так некоторые хитрости скачать платный файл в общем дом это не мой но он очень похож на мой в общем нашел я полную коллекцию скачал все что можно было по этому дому я скачал там там у них общем уязвимость была на сайте дом выглядит вот так он немножко отличается у меня эта дверь находится по центру окна так находится это скажем так не балконные двери но плюс-минус очень похож квадратура тоже еще плюс тут пристроили сарай или гараж не помню что это а перед тем мы продолжим хочу сказать вам про камеру i mode flat light которая будет полезна всем у кого есть загородный дом и гаражи эта камера может быть использована в качестве фонаря так поводает тремя видами освещения она срабатывает именно человека а значит не будет ложного срабатывания например на кошку или собаку если объект находится в режиме охраны то когда камера заметит человека она издаст сирену и включится робоскоп который отпугнет непрошенных гостей до 11 апреля в ситилинке проходит акция и камеру i mode flat light можно будет купить на 40 процентов дешевле ссылочка находится в описании в общем весь файл который нашел я совсем этим поделюсь метод есть него все узлы все развязки то есть можете посмотреть то есть мне не жалко тем более не моё в общем смотрите здесь есть подпись вот конструкторское бюро то есть значит скорее всего проект настоящий пошел проверку и по этим проектом реально строю дома то есть это не разрисовка кого-то бомжа как я то есть который нарисовал многие построил то есть это реальный проект со всеми точками прохождения прохождения коммуникаций как проходят стены сколько стена сколько армопояс там высота то есть все тут должен быть до миллиметра потому что это настоящий проект это не план дома где там унитаз можно подвинуть это проект на основании чего то здесь каждый элемент можно посмотреть как проходит конкретный провод даже через стену вентиляция где заложено то есть прям буквально ну все то есть скромтак работы в строительстве вот видите красной гильзы эта точка прохождения чего-то чего именно тут нужно смотреть на ссылку тут и специальные линии но в общем кто занимается этим разберется вот один т2 видите вот написано потом открываем получается мы открываем как называется открываем тех задания находим т2 и узнаем что это такое то есть в принципе ничего сложного нет но опять же рассказывать про все это я не буду потому что это будет интересно скучно кому интересно кто хочет все строить дом то есть вам рано или поздно придется разбираться в этих проектах то есть проходить все эти точки перевязки все эти прохождения все время проходил то есть для меня это не нова не дикой скажем так я как электромонтажный рабочий на монолите все основные узлы то есть читались в принципе не сложно это должны читать с основным не вы и вы в принципе не должны в этом разбираться и должны браться в этом строители а вот если строитель косячат вы просто будучи грамотным открываете проект критя вот тут а вот так вот это вот неправильно переделываете так можно разговаривать с компаниями на вас строит а кто строится тут для вас есть уже готовое техническое решение по любому вопросу то есть прохождение перекрытия в общем все здесь посмотрите здесь как в 3d в 2d общем здесь все есть подробно по моему на 59 листах общем посмотрите там также есть по каждому не только вот по дому по стенкам тут также есть я видел вентиляция где проходит у них то есть вот вентиляция у них проходит все это у них есть вот выход на кровлю почитаете общем домоходы печи плечные марш и в общем все как положено тут есть я этим показывать не буду это будет не скучно не интересно ссылочку на сайт на котором можно скачать про проекты в pdf и сразу скажу в pdf и редактировать уже не получится там они в общем заблокированы но вот этот проект можно редактировать полностью под себя то есть изменить переместить стены то есть пожалуйста просто в чем отличается проект на коленке проект заверен организацией он должен быть полностью протестирован и такой дом должен стоять а то что на коленке никто не тестировал и не факт что он не развалится в общем так руководствуется по крайней мере все проектировщики ладно так мы закончили с проектом и так теперь покажу что я нарисовал я тоже так не сидел я нарисовал свой проект дома вот планировка моего дома это первый этаж здесь есть есть второй этаж все картинки все что еще здесь увидите в ролике все это будет закреплено также к файлу на моем яндекс диске захотели скачали изменили редактировали не расскажу покажу кто кто смотрит не давно в основном все это знает наизусть но те кто смотрит первый раз или вот возможно какую-то проблему сейчас будет искать я сейчас покажу то есть расскажу как еще проходит 3d модели общем можно посмотреть но опять же всех как это бы так выразиться все программы все услуги все общем проекты измерения все платное и значит на одном сайте нельзя поставить унитаз на другом сайте нельзя сделать коммуникации на третьем банально нельзя поставить толщину стен не это просто убилось пришлось рисовать самому поэтому била три дня чтобы рисовать что-то подобное точь-в-точь то что у меня общем посмотрите покрутите повертите пожалуйста измените под себя ради бога и так расскажу в общем по стенам сразу быстренько пробегусь и так стенки погнали и так стены внешние стенки у меня 40 сантиметров толщиной и 5 5 стенка тоже 40 40 сантиметров перегородки отдел тоже из газоблока но 16 сантиметров то есть сделать загрызков потом все это штукатурка сгладила вместе со штукатуркой вышло там почти по моему 18 или 19 сантиметров а так тоже были по 16 внешне были 5 стенка 40 смотрим с фасада и так между первым вторым этажом проход балки перекрытия 100 на 150 высота первого этажа 275 сантиметров высота второго этажа 250 сантиметров расстояние от окон до чистого пола на первом этаже метр на втором этаже 75 ну как всегда я написал 85 по чем-то я был расстояние между окном и перекрытием в обоих случаях что на первом втором этаже 25 сантиметров то есть ровно в блок и в этом же блоке находится армопояс высота окон везде метр пятьдесят то есть везде метр пятьдесят отличается только по ширине почему метр пятьдесят потому что высота моего блока 25 сантиметров поэтому все подгонял под этот стандарт окно было бы либо метр двести пятьдесят либо метр пятьдесят либо метр семьдесят пять ну то есть все было кратно 25 конечно можно сделать поменьше но потом запилочки кусочки но всем я это не люблю нет не понравилось когда делал армопояс поэтому в общем не круто кусочками лепить все так дальше у нас идет перекрытие перекрытие сделано из досок я сказал каких 100 на 150 бруски среди между собой не на пятой стенке расстояние между балками 60 длина балки 445 сантиметров сам большая вторая поменьше там на 7 сантиметров там до идеала не довезено но где-то четыреста сорок пять сантиметров самое расстояние между то есть стенками батутность есть средняя батутность прыжке где-то почти два три сантиметра то есть существенно ходит по центру ребенок прыгает ощущается как стеж комнате поэтому лучше конечно делать плиты по ценнику я узнал сейчас в принципе если делать плиты покупать душные аэродромные по цене выходит то же самое что и делали бы вы в общем как сравнивать сравним очень просто ложим бетонную плиту правильно бетон это лежит мы что и делаем так же мы утепляем либо кидаем стяжку то есть под часовой подводим вот сделать все вот там чтобы осталось только сделать чистовой вариант то есть вот кинуть ламинат там кинуть плитку то часто вариант если сравнить все этапы проход который подходит бетонная плита и деревянные то по цене там плюс-минус 5000 то есть я вот считал реально вот еще вложил в эти перекрытия перекрытия черновой пол потом шумоизоляция потом это пароизоляция в общем если есть возможность сразу лучше сделать конечно бетонные это я уже понял для меня это будет уроком но там тоже свои минусы свои косяки поэтому будьте внимательны так что касаемо второго этажа на втором этаже пятая стена сделана получается не боком кирпич его поставил то есть там стена толщиной 25 сантиметров потом все это закреплено армопоясом то есть на первом этаже армопояс сделан и на первый этаж сверху лег второй этаж тоже с армопоясом армопояс везде выполнен 30 сантиметров ширину и 18 в высоту сейчас если бы дел армопояс сделал его наоборот 18 в ширину и 30 в высоту как показывает динамики ну в общем как динамики есть онлайн калькулятор где можно рассчитать нагрузку то есть сечение армопояса столба залитого с арматурой по калькулятору выдает что вот если поставить на ребро а не на ширину такой столб пояс армопояс будет прочнее то есть я буду лично делать именно так со стенками все следующий этап у нас крыша и так крыша маурлад это зелененький он прикреплен к армопоясу дает обычные бруски тоже стоят на ребро бруски те же самые 150 150 на 100 только на работе лежат боком а на перекрытиях то есть на остальных частях они стоят далее на эти бруски поставлен конек конек сколочен с досок также 150 в этом есть ролик можете посмотреть то есть конек то есть где будет дальше сама крыша ложится давит на брусок брусок прикреплен к армопоясу армопояс передает эту нагрузку стенам и стен уже придут дальше вниз и к фундаменту как многие писали у меня крыша не давит на вот эти вот так сказать перекрытие то есть эти доски сделаны только для того чтобы собрать обрешетку на них положить каменную вату все бруски кстати и что армопояс что эти переходные бруски у меня полностью завязаны к шпилькам шпильки заранее забетонированы внутри армопояса да кстати важный момент для мурлата подбираются шпильки кратной 1 10 толщины то есть ширины мурлата если мурлата у вас допустим 150 у меня шпилька должна быть 15 если 200 то 20 шпилька это я не придумал это я вычитал в книге про плотницкие крепления кровли ну-ка я собирал так вид сбоку мурлат есть основная доска есть на эту доску ставится конек конек простой 3 метра многие спрашивали и сверху на конек ложатся стропильно стропильно длиной 5 метров 80 сантиметров то есть почти 6 метров угол получается при такой раскладке при моем конке 3 метра как помните делала на глаз вообще у меня угол получился 42 градуса и в промежутке между крыши то есть прям по центру влаги у меня проходит еще подборки тоже их делал не прям по центру идут это на всякий случай чтобы если крыша вдруг стала прогибаться нагрузка как-то рассекалась и передавалась дальше к другим стенам которые бы перехватывали эту нагрузку эта зима уже в принципе показала свой характер довольно таки массивный снегопад был и у меня у одного в снт то есть я живу сейчас крыша была чистая зимой то есть снег не задерживается угол то есть скота у меня 42 градуса то есть шикарно да это высоко зато снег не задерживается тут при выборе высоты конька то есть при выборе вообще то есть любой наклонности нужно учитывать что чем выше крыша тем сильнее парусность чем ниже крыша тем сильнее снеговая нагрузка тут нужно искать золотую середину в этом я не советчик я сделал то есть старался сделать по 45 градусов чтобы меня было то есть ну чтобы снег не задерживался слишком большой то есть скат был также предлагалось все изначально сделать не четырехскатную крышу но есть такое правило это не секрет вот на углах где идет скат там всегда любят образовываться сугробы это нужно учитывать и четырехскатная крыша я бы в принципе не собрал там не все так просто там нужно уметь собирать эти элементы для меня это пока глухой лес это пока даже не суюсь вот я собрал двухскатную но не стоит основательно классно твердо меня похвалили даже сами кролички что сделал круто поэтому меня это устраивает все дом стоит крыша не потекла промерзание не было ничего не сломалось хотя во дворих туда крыша не сломался не вот сейчас уже начали перекрывать и заново делать так что я сделал все хорошо так ну в принципе по стенам кровли все теперь быстренько расскажу про инженер про отопление электрика уже тема замызганная на канале все это есть я скажу то что не видно то есть то что не показывал это могу показать там отдельно как вот каком быть маленьком вот найти помните говорил коротенькие видео то есть я в них могу заснять как проходит меня канализация там в принципе ничего у меня такого открытия никаких нету там просто получается на плане как мы видим дать вот так вот так сейчас стенки берем убрать стенки стенки уйдите так показать если убрать стенки так этот столбик специально эта стена где висит у меня бойлер кирпичик на полу это получается котельная и вот я сейчас стрелочкой показываю здесь мне находится выход выход прям фундамента канализации то есть вот он там диаметр трубы 110 он вышел то есть труба вышла то есть вот она вышла и даже начинают развод коммуникации как там чего сейчас я покажу и так получается коммуникации у меня вышли их нужно было как-то развести получается часть нужно сделать на кухне и здесь получается ванна унитаз мойка и тут еще среди машина в общем все это было в одном месте ну пока меня так старался так покажем теперь в объемном виде вот так вид вид сверху то есть большое круглая это точка сброса то есть точка входа фундаменте так этот круг этот круг фундаменте у нас это вход дальше пошла в толстой линии это у нас идет 110 труба до унитаза как вы знаете так встреча картинка сейчас покажу и так унитаз находится вот здесь поэтому сотка до отсюда наклон трубы идет у меня два сантиметра вот на эти метр двадцать всего то есть небольшой клон на уклон есть уклон это нужен чтобы вода не заставилась и чтобы если будет острый уклон не сказали то не будет смываться вода будет сходить а все остальное будет оседать так что касаемо при входе тут находится тройничок тут находится получается раковина тут находится у меня стиралка далее идет подсоединение и все это уходит на кухню на кухне только раковина но и также где с унитазом тройник как раз в предыдущем ролике был показывал там находится еще ответвление квани то есть все это сделано ничего сложного нет вся коммуникация практически в одном месте если взять следующий этаж то есть вот на первом тоже сделали да на следующий этаж у меня выглядит все банально там три трубы две десятки это душевая и раковина и 1 110 это унитаз то есть там вообще маникации не выходят не просто торчат и сразу ходит вниз если посмотреть сбоку там находится стена то есть стена за стеной это положил трубу и поднял ее наверх и уже раскидал то есть в принципе вот и вся разводка есть ничего таких нет здесь ничего такого сложного нет ничего не делал если бы нужно было тянуть куда-то в другой конец дома да это было бы вообще интересно даже мне посмотреть я думаю так вообще никто не делает то есть вот так выглядит разводка у меня сейчас на втором этаже просто тройник три трубы сходятся стекают ровную здесь находится угол под 45 градусов то есть не под 90 чтобы не было удара и все это аккуратно спокойно смывается вот так выглядит вариант в полной сборке если кому интересно можно будет сделать очень коротенькое видео там буквально минуте я с камерой покажу как выглядит все в натуре а так то есть вообще ничего сложного нету небольшие коммуникации небольшие трубы без заморочки там каких-то супер углов и то есть ну коротко емко все в одном месте я принципе так и планировал с водой это тут попроще вода там будет насос толкать горячую холодную воду ну то есть как нас болит а тут толкать нечему тут должно быть само течение итак вентиляция вентиляцию я еще не сделал но зарисовки кое-каке нанес сейчас покажу вам в принципе тоже ничего сложного нету потолок на первом этаже 275 над коридором над получается у меня котельной и над сам узлом я ступил 25 сантиметров для прохождения всех коммуникаций которые только могут быть они находятся прямо в центре в сердце дома поэтому этом так и сделал пожертвовать ножка потолком зато все там аккуратно уместил и ничего там не сломается там находится вентиляция вентиляция не мешает проходки канализации там сбоку проходим также и отопление сбоку и электрика и все это нормально гармонично если я вам все это покажу сфоткаю вы меня просто закидаете комментарии что сделано все через жопу сделано все очень тесно электрика не в гофре труба не в утеплителе и так далее поэтому я показываю в виде если кому интересно красненькое видео для особо любознательных кому интересно что для сделано хоть и колхозно я могу показать ну то есть большинство не оценит большинство у нас любят делать все прям сказочно вентиляция сделана точно так же как сейчас нарисована и так синие это вентиляторы это которые будут забирать весь влажный воздух в комнатах и по воздуховоду направлять его в сердце сердце находится у меня прям по центру дома воздуховод все это идет потом вверх то есть собирается у меня зала с каждой спальни с кухни с санузла санузли находится вот здесь то есть везде стоит вентилятор со второго этажа везде будет забираться с каждой комнаты это то есть весь влажный воздух вот ведь сбоку как видите находится между получается балками и между потолком первого этажа находится это все над санузлом и коридором в зале в комнате там будет в стене там тоже спрячется все за натяжным потолком тоже не проблема 10 сантиметров от потолка отступить что вот этот короб пролез это несложно это план второй этажа там еще все проще там получается я буду забирать обязательно воздух с больших комнат с детской это с коридора потому что через лещинский проход который находится будет вся влага стараться здесь идти поэтому вот тут нужно будет принудительно обязательно забирать это вот я уже понял по своим мокрым углам которыми эти были вот тут а вот поэтому это будет нужно необходимо сделать точно то есть я буду перехват влажный воздух забирать его и обе за и обязательно вот в этих комнатах мне тоже вот они специальных поставок не буду стоять эти вентиляторы потому что вся влага подымается отсюда и идет вот в эти комнаты потом вот эта зима показала что вся влага снизу подымается черличный пролет и оседает вот в этих моих углах поэтому это нужно будет все высосать и устранить возможно даже я эти вентиляторы перенесутся поближе ну то есть это уже как будет но там будет стена поэтому я думаю это будет сложновато сделать влаги но все равно в каждой комнате будет стоять чтобы влага вообще не было шансов что касаемо самой работы вентиляции она будет работать у меня по принципу 3 3 замкнутых открытых отсеков то есть берем полностью стояк один стояк это первый этаж один стояк это второй этаж и один стояк это полностью вся вытяжка ну наверно стояк неправильно выразился в общем берем комнатами то есть санузел на первом этаже вот где уточки это включается вентилятор этот и вот этот одновременно и вся влага уходит это летом зимой пожалуйста здесь стоит клапан он не даст всему запаху пойти вниз то же самое будет и на первом этаже когда санузла в этой части включается будет уходить вверх кто бы ставить клапан который не даст запахом и другой влаги пасть тоже удаляться через верх и будет еще третья кнопочка которая будет запускать всю вентиляцию одним нажатием то есть сразу всю это будет когда влага повысилась до ненормальных просто запускается весь дом сразу а так отдельно будет работать первый этаж отдельно будет второй этаж именно санузлы что касаемо кухни на кухне там немножко будет все по-другому там будет вытяжка мне эти с фасада потому что я уже сейчас изучаю документацию нельзя сделать так чтобы вытяжка с плиты этот вытяжная шла с общей вентиляцией она засорится ржами и будет все это очень печально всегда нужно разделять это я сразу почему-то не подумал не продумал пару ранее пары но так делать оказывается нельзя поэтому я буду проходить через фасад с утепленным рекуператором ну об этом расскажу но в общем пытался все быстро рассказать что-то посмотрю по времени быстро не получилось надеюсь у меня извините ну все следующий ролик я покажу вам про вентиляцию начнем потихоньку ее делать а сам был самоостройщик лёха всем счастливо пока пока а